МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новость на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. В областном центре назвали имя главной красавицы города. Самые яркие моменты конкурса Мисс Гродно-2014 смотрите в нашем видеосюжете. Изделия собственного производства продемонстрировали учащиеся системы образования города и области на традиционной выставке-ярмарке. Редкие товары из первых рук можно было приобрести в выходные на площади Советской. Парад колясок и творческие конкурсы. Гродненский мясокомбинат оригинальным способом отметил День семьи. Гродненцы не уделяют достаточное внимания и безопасности своих детей. Ребенок – главный пассажир. Под таким названием в республике стартовала профилактическая акция. Очередной лов гродненских пограничников. В фуре, следовавшей из Беларуси в Литву, обнаружена самая крупная в этом году партия сигарет. В галерее Крыга открылась ироническая выставка «Краина Шуфлянды» гродненского художника Игоря Кебица. Автор оживил на своих картинах мышей, гномов и других сказочных персонажей. День семьи. Жюри пришлось голосовать четыре раза, чтобы выбрать победительницу. Какие еще номинации были предусмотрены для финалисток, знает Евгения Филиппова. В областном центре назвали имя самой красивой девушки Гродна. Ею стала 23-летняя Екатерина Слышова, инженер-программист одной частной фирмы. На протяжении двух месяцев мы активно следили за жизнью участниц. Ежедневные занятия хореографией, актерское мастерство, сценическая речь. Репетиции отнимали у красавиц много времени и сил. Но все для того, чтобы на сцене предстать перед публикой настоящими королевами. И вот наступил долгожданный финал, который состоялся вечером 17 мая в Гродненском областном драматическом театре. Поддержать участниц на последнем, самом главном этапе конкурса пришли родные и близкие люди. Вторые половинки конкурсантов, для которых их избранница, несмотря на все титулы, и так самая лучшая. Не остались в стороне от шоу и уже коронованные красавицы. Из черного Мерседеса, как в голливудском фильме, прямо к центральному входу драмтеатра подъехали «Миссис Вселенная-2013» Светлана Кузнецова и «Мисс Беларусь-2014» Виктория Меганович. В сопровождении галантного кавалера очаровательные дамы отправились на праздник. Зрителей и гостей конкурса «Королева красоты Мисс Гродно-2014» ждало много интересных сюрпризов, одним из которых стала прогулка по улицам города. Я на одном дыхании смотрела, прошла только первая часть. На одном дыхании смотришь и ждешь развязки. Когда же она наступит и до конца держит, девушки держат. Ты не знаешь, что будет дальше, чем они еще удивят. Великолепно, великолепные номера, великолепная работа хореографа-постановщика, великолепная работа звукорежиссера, света режиссера. И сама вот эта вот идея, рассказ о городе, о городе Гродно, о моем родном городе Гродно, я, вы знаете, с другой стороны совершенно посмотрела на этот город и очень много сегодня для себя открыла нового. Честно говоря, уровень очень высокий. На самом деле все очень превосходная сцена. Девочки очень великолепно подготовлены. То есть молодцы, держатся вообще отлично. Я, как пройдя через эти все испытания, я очень рада за них, что они просто молодцы. А насчет конкурса, так все девочки симпатичные, у всех есть своя изюминка, я думаю, каждая достигнута победы. Более трех часов участницы боролись за звание главной красавицы и титул «Мисс Гродно-2014». Девушки дефилировали в коктейльных и свадебных платьях, танцевали под горячие ритмы самбо и импровизировали в образе русалок. Перед жюри стоял непростой выбор, ведь из 16 участниц победительницей могла стать только одна девушка. Судьи оценивали не только походку и внешние данные участниц, но и умение держаться на сцене. В мини-монологах девушки рассказывали о себе, своих увлечениях. После первого этапа конкурса в финал вышла только половина. С восьми участницами жюри по объективному решению вынуждено было распрощаться. На самом деле было действительно очень тяжело, потому что для меня это далеко не первый конкурс красоты, как с одной стороны, так, собственно, и с другой стороны уже со временем. Но здесь, в Гродно, я абсолютно не ожидала увидеть такой уровень. Я судила конкурс красоты в Минске не один раз. И вот честно, прям, положа руку на сердце, прям на две головы выше. Я это сегодня уже не первый раз говорю. И мне просто как зрителю было интересно это смотреть. Вторая восьмерка девушек продолжила борьбу за корону и титул «Мисс Гродно-2014» во втором этапе конкурса. В перерывах между выходами конкурсанта для гостей выступали приглашенные исполнители. Композитор Святослав Позняк, белорусское трио «Палладиум», больше известное за пределами нашей страны, и музыкальный театр «Рада», который порадовал зрителей горячим и зажигательным ритмом самбы. Удалось все или не удалось, это, конечно, судить зрителю. Мне как организатору, естественно, видны были некоторые шероховатости, но я надеюсь, что для зрителей это было незаметно. И, в общем-то, то, что мы задумывали, глобально все получилось. Я надеюсь, что продолжение будет. Потому что, как пел великий Фредди Меркури, шоу must go long, шоу должно продолжаться. Перед тем, как назвать имя самой красивой девушки города над Неманом, жюри голосовало четыре раза. Больше всего разногласий было между вторым и третьим местом. Но к общему выводу члены комиссии все же пришли. Титул «Первая вице-мисс» присвоен Елене Поспеловой, которая стала лучшей и по мнению зрителей. Второй вице-мисс признана Екатерина Симак. В качестве подарка девушки получили сертификаты на обучение в высшей экономической школе в Белостоке. Королевой красоты мисс Гродно-2014 единогласным решением жюри стала участница под номером 15 Екатерина Слышова. Победительница получила переходящую корону из богемского хрусталя с кристаллами Сваровски. Сертификат на один миллион рублей от магазина модной женской одежды и шубу, которая будет гореть девушку холодной зимой. Поддержать новоиспеченную королеву красоты, помимо родителей, пришли коллеги по работе, которые и отправили Катю на кастинг. Все конкурсантки получили дипломы участниц, а также цветы и подарки от партнеров конкурса. Первые выходы были очень напряженные, напряженные эмоционально, потому что все-таки это первый выход, и надо было немножко привыкнуть к сцене, к залу. Но потом уже просто был такой отдых, мы просто отдыхали на сцене, нам это приносило настолько огромное удовольствие, что это просто не передать словами. Победа очень неожиданная, конечно, надеялась, все надеялись, девочки, на победу, очень много достойных девочек, очень рада, эмоции куча, непередаваемые, но только положительные. Финал конкурса позади. И пусть корона только одна, все девушки держались достойно и заслуживают благодарности за все серьезные испытания, которые они выдержали на пути от кастинга до финала. Евгения Филиппова, Максим Базыленко, Новости Гродно+. Украшения, сумки, картины, вазы, инструменты и даже мебель. Все товары ручной работы. На площади советские изделия собственного производства демонстрировали учащиеся системы профессионально-технического образования города и области. Выставка-ярмарка как реклама интересных специальностей. Она направлена на повышение престижа профтехобразования. Востребовано ли оно сегодня, узнавала Наталья Иванченко. Минувшая суббота порадовала гостей и жителей Гродно не только хорошей солнечной погодой, но и яркими мероприятиями. Одним из них стала областная выставка-ярмарка учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования. На ярмарке представлены изделия и продукция этих учреждений. Она преследует цель ее реализации и рекламы. Кроме этого, в программе предусмотрена проформиционная работа, то есть предварительное комплектование учебных заведений и реклама тех профессий и продукции, которые выпускаются. 34 учебных заведения области представили себя и свою продукцию и услуги. Здесь можно было приобрести сувенирную продукцию из глины, тряпичных кукол-берегинь и ярких зайцев с медведями. Рядом Гродненский профессиональный технологический колледж предлагал продегустировать ароматные блины прямо с пылу жару. А колледж бытового обслуживания населения приглашал желающих на бесплатную стрижку или маникюр. Самое смелое же украшали рисунками не только свои ноготки, но и лица. Это продукция, которая пошивается в учебно-производственных мастерских. Это швейные изделия, это платья, блузки, юбки, постельное белье. Хочу сказать, что очень малые, низкие цены, поэтому пользуются сбросом наша продукция, которую мы выпускаем. Одновременно мы оказываем услуги по ремонту, чистке обуви. Здесь же мы оказываем парикмахерские услуги, то есть выполняем любые виды работ, начиная от мужской стрижки, женской стрижки, модельная прическа и так далее. Парикмахеры еще делают маникюр. Некоторые учебные заведения популяризировали исключительно мужские профессии, как, например, Гродненский электротехнический колледж имени Счастного. Выставлены экспонаты технического творчества, которые делаются на кружках нашими учащимися под руководством работников. И они восстанавливают мотоциклы, технику различной, велосипеды, делают полезную продукцию, которую можно здесь увидеть. Всех пришедших на ярмарку развлекали не только демонстрации изделий учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования, но и зажигательными песнями и танцами. Ребята демонстрировали свою силу и вымосливость. К слову, выставка-ярмарка проводится дважды в год – весной и в начале осени с целью популяризации среди молодежи среднего образования. Наталья Иванченко, Максим Базыленко, Новости Гродно+. Накануне в Беларуси отмечался День семьи. По всей стране проходили благотворительные вечера, торжественные мероприятия, организованные местными властями. Не остался в стороне Дня семьи Гродненский мясокомбинат. Место проведения праздника было выбрано не случайно. По словам генерального директора Анатолия Гришука, общежитие действительно является большой семьей. Я очень люблю здесь бывать и хочу создать такие условия, чтобы ребята, всех, кто здесь живет, правда, не скучали в этом маленьком помещении, где комната 15 метров. Это было общим их домом, общей семьей. Вот то, что вы видите в общежитии, вот этот танцевальный зал, внизу есть фитнес-зал, есть бильярдные, есть детские комнаты. Вот это есть то, что люди после этого всего, я уверен, что человек, приходя на работу, считает, необходимо работать так же достойно, как мы здесь создаем условия. Начался праздник с парада колясок, ценингу которых смогли бы позавидовать многие мамы. Кроме того, участники соревновались в различных конкурсах. В частности, родители со своими детьми в оригинальной творческой форме должны были представить визитку своей семьи. Мы не пришли в нужная семья, делаем все вместе. Вот Санёна и Матвей, и Сергей на месте. Этот праздник, безусловно, необходим. Хотя бы для того, чтобы увидеть блеск в глазах детей, их радость еще раз лишний раз, показать себя, посмотреть на других. Как грудницы заботятся о безопасности своих детей во время перевозки? Вооружившись таким вопросом, наша съемочная группа приняла участие в республиканской профилактической акции «Ребенок – главный пассажир». Она проходит с 12 по 21 мая. В это время наряды ГАИ уделяют особое внимание автомобилям, в которых находятся дети. Как показала акция, преобладающие большинство горожан нарушают все правила безопасности. Как не рисковать жизнью и здоровьем ребенка при перевозке, расскажет Юлия Броско. Ежегодно в мае-июне количество ДТП с детьми-пассажирами увеличивается. Это связано с массовой перевозкой несовершеннолетних к местам отдыха и оздоровления. Несоблюдение элементарных мер безопасности приводит к тяжким последствиям. За 4 месяца в стране уже погибли двое и ранено 40 детей-пассажиров. Сотрудники госавтоинспекции инициируют все новые акции и мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма. Сейчас в самом разгаре акции «Ребенок – главный пассажир». Основная цель этой акции является привлечь внимание взрослых на проблему детского травматизма, так как он в настоящее время весьма актуален. Если обратиться к статистике, за последние 4 месяца в республике погибло двое детей-пассажиров и еще 40 получили травмы вечно различной степени тяжести. В рамках профилактической акции сотрудники госавтоинспекции пропагандируют использование ремней безопасности и детских автокресел, а также контролируют, как они применяются. Надо отметить, что большинство гродницев, имеющих маленьких детей, в автомобилях установлены очень удобные и родителям, и малышам сидения. Ему удобно, и не боишься, что он где-то там или упадет, или что-то есть. Ну, вполне. Ребенка нужно переводить в детском специально оборудованном сидении. Во время нашего совместного рейда с сотрудниками Гроднинской госавтоинспекции было проверено более 40 автомобилей. И если малыши в основном ездят с родителями рядом, то дети постарше на заднем сидении пристегиваются сами. Скажи, вот ты часто ездишь с родителями в машине? Почти всегда. Хорошо. А вот расскажи, вот всегда вот так вот пристегнут? Да. А почему? Ну, безопасность важна. Однако, сколько бы слов не было сказано об удобствах и эффективности автокресел, далеко не все их приобретают. Андрей – счастливый отец 11-месячной малышки. В своем автомобиле постоянно перевозит дочь и 6-летнюю племянницу. К слову, ни его жена с ребенком на заднем сидении, ни девочка пристегнуты не были. Желательно по правилам в автокресле. В правилах. Желательно. Но в правилах и написано то, что обязательно. На переднем сидении обязательно перевозить в автокресле. Я понимаю, но если я с ребенком езжу два раза в месяц, то мне это, как бы, знаете, автокресло даром государство не дает. Оно стоит 5 миллионов. Это две моих зарплаты. К слову, за такое нарушение, как перевозка детей до 12 лет на переднем сидении легкового автомобиля без автокресла предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. Такое же административное взыскание предусмотрено за то, что взрослый, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, поедет сзади с юным пассажиром на коленях. Так что сэкономить на безопасности детей не получится. Юлия Броско, Анатолий Баяринцев, Новости, ГРОД на Плюс. Мощные сладости с привкусом табака. В пункте пропуска привалка задержана фура, которая перевозила партию сигарет под видом печенья. Гродинские таможенники товар задержали. В прицепе было обнаружено свыше 600 тысяч пачек сигарет марки «Фест». Как развивались события на границе – в сюжете нашего корреспондента. Самая крупная в этом году партия контрабандных сигарет задержана на белорусско-литовской границе. 16 мая около 6 часов утра в пункт пропуска привалка для выезда из нашей страны прибыла грузовая автомашина «Скания» с прицепом. Ей управлял 51-летний житель Бобруйска. Согласно сопроводительным документам, в транспортном средстве перевозилось печенье. Но гродинские пограничники располагали достоверной оперативной информацией о том, что под видом указанного в документах товара перевозится совсем другой, а именно табачная продукция. Для проверки данной информации, удостоверения подлинности товара и соответствия ему предъявленных документов, данная автомашина была направлена на досмотр с помощью инспекционно-досмотрового комплекса «Рапискан». Были приглашены сотрудники таможни. После проверки на ИДК «Рапискан» было принято решение вскрыть данную фуру и провести тщательный досмотр. В результате досмотра было обнаружено 604 330 пачек сигарет марки «Фест». Предварительная сумма оценки, изъятого сотрудниками Гродинской региональной таможни нелегального груза, составила около 3 миллиардов 750 миллионов рублей. В настоящий момент автомашина задержана. По данному факту начат административный процесс. Юлия Нестер, Андрей Шмыгин, Анатолий Бояринцев. Новости. Гродно+. Гродинская милиция информирует. В соответствии с указом президента Беларуси, можно зарегистрировать неучтенное в органах внутренних дел охотничье, спортивное и газовое оружие. Граждане, обратившиеся до 1 июля этого года для регистрации или добровольной сдачи неучтенного оружия, освобождаются от ответственности за его хранение и ношение. Более подробную информацию можно получить по телефону 73-4402 или по короткому номеру 102. Внимание, розыск! Октябрьский РВД города Гродно просит у граждан оказать содействие в поиске женщины, которая 27 апреля в магазине «Мегатоп», расположенном в гипермаркете «Алми», украла кошелек. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры чего вы сейчас видите на своих экранах. Если кто-либо из телезрителей узнал на видео немолодую женщину в яркой, предположительно, сиреневой куртке, просьба позвонить по телефону 79-78-05 по номеру МТС 58-90-901 или по короткому номеру 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется. Анонимность и вознаграждение гарантируется. Боросеем и Гродинский государственный университет имениенки Купалы хотят привлечь этой акции внимания людей к проблемам бездомных животных. Выставка под необычным названием «Краина Шуфлянде» открылась в арт-галерее Крыга. В основу концепции легла метафора с польского фильма «Кинг Сайз». Автор экспозиции «Гродинский художник» Игорь Кибец хотел через свои полотна донести до людей идеи добра, мира и веры в чудеса. Неудивительно, что его персональная выставка получилась довольно сказочной. О серьезных проблемах языком детства в сюжете Юлия Косила. Стать ненадолго детьми и погрузиться в сказочную атмосферу. Гродинский художник Игорь Кибец на своей удивительной выставке «Краина Шуфлянде» смог добиться такого эффекта. Ведь герои его картин – это гномы, мыши и другие сказочные персонажи, которые живут среди обычных бытовых предметов. С помощью фантазийных картин автора каждый сможет заглянуть в мир детских сказок и познакомиться с ее героями. К слову, идея назвать выставку «Краина Шуфлянде» пришла к Игорю Кибецу из кино. Был когда-то давно фильм, назывался «Кинг Сайз». Его сняли поляки, польский режиссер. И там смысл всего фильма, что где-то там под землей, в каком-то там подвале какого-то архива жили какие-то маленькие человечки. И вот у них эта страна называлась «Шуфлянде». Они жили там практически в каких-то шуфлянках, в каких-то бутылочках, коробочках. Оттуда взял саму метафору, то есть само название вот это. И вот вокруг этого что-то там свил такую идею. Автор вдохновлялся не только детскими сказками, например, «Буратино», но и сатирическими сюжетами, как, например, романом «12 стульев». Картины Игоря Кибеца немного ироничные, а во многих работах можно рассмотреть мазки сарказма и черного юмора. Все его ожившие натюрморты магически связывают детство со взрослой жизнью. Когда мы маленькие, добрые и наивные, мы верим, что где-то в коморке Папы Карла, там за холстом, живут какие-то человечки, говорящие сверчки. В общем, какие-то там существа, мышки там и все такое. А потом мы, естественно, вырастаем, становимся умненькими, злыми и циничными и перестаем верить в человечков, в говорящих сверчков. Я вот считаю, что несмотря на то, что мы потом становимся уже совсем не такими, эти маленькие существа, наверное, где-то все равно продолжают жить и, в общем, как-то там жизнь продолжается. Гномы, оловянные солдатики – все эти персонажи кажутся совсем не для взрослых людей. Однако на выставке «Краина Шуфляндая» каждый сможет вспомнить свое детство, когда верил, что сказочные персонажи живут рядом с нами. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. В спорткомплексе «Неман» распродажа тюль-вуаль-органза-портьера. Все по 30 тысяч за один метр. А также постельное белье 3D, готовые шторы и многое другое. Распродажа проходит сегодня и завтра с 9 утра до 8 вечера. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Выпуск продолжит Анастасия Бояринцева новостями из мира спорта. Оставайтесь с нами, приятного вам вечера! Здравствуйте! Меньше получаса осталось до матча Беларусь-Латвия, в котором решится, какая из команд сыграть в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. У обеих сборных по 9 очков после пяти поединков. Но у белорусов лучшая разница забитых и пропущенных шайб. Впрочем, главный показатель при распределении мест в случае равенства очков – это результат личной встречи. Нынешнее планетарное первенство отличается высоким посещением матчей. За 10 дней на трибунах побывало 435 586 зрителей. А рекорд пал во время поединка Беларусь-Германия, за которым наблюдало 14 478 болельщиков. Национальная сборная Беларуси по футболу провела первые из двух запланированных товарищеских матчей. В Австрии значительно обновленная команда Георгия Кондратьева встретилась со сборной Ирана. Игра проходила в равной борьбе и завершилась в ничью 0-0. После матча Георгий Кондратьев отметил высокий настрой своих подопечных и признался, что по самоотдаче претензий к игрокам нет. Но с реализацией выгодных моментов, как обычно, беда. Напомню, что в составе сборной Беларуси дебютировал полузащитник Гродненского немана Павел Савицкий. Следующий матч наша команда проведет в Адуте 21 мая со сборной Лихтенштейна. Стали известны все 22 клуба, которые напрямую попадают у групповой этап Лиги чемпионов. Среди них 13 команд, которые выиграли чемпионаты своих стран. В их числе украинский «Шахтер», российский ЦСКА, голландский «Аякс», турецкий «Галатасарай», бельгийский «Андерлехт», греческий «Олимпиакос» и швейцарский «Базель». Кроме того, места в группах обеспечены Барселоне, Реалу, Ливерпурю, Челси, Баруси, Шальке 04, Роме, португальскому «Спортингу» и Монако. Остальные 12 вакансий будут заполнены после проведения квалификационных раундов. В Первой Белорусской футбольной лиге прошел очередной тур. Все три представителя нашего региона играли с лидерами. Сморгонь на своем поле сумела нанести первое поражение Ислачи из Минского района 2-0. Лидов Мозырье проиграла 1-3 и позволила команде Славии возглавить турнирную таблицу. Слоним на выезде сыграл в ничью 1-1 с Гомель Желдор Трансом. На этом у меня все. Более подробно об этих и других событиях из мира спорта мы расскажем завтра в передаче «Спортобзор», которая выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Болейте за наших! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok